И вдруг одна появилась случайно... Ягуар любит сравнивать с хищной кошкой, да и сами дизайнеры часто намекают на это сходство. Очень часто в случае с обновленными моделями производители заворачивают машину в новую красивую обертку. При этом, не меняя содержимого, британцы из Ягуар сделали все ровно наоборот. Внешний вид седана XF остался таким же, а вот начинку переработали основательно. XF дебютировал 6 лет назад на автосалоне во Франкфурте. Он пришел на смену модели S-Type, не самой успешной с точки зрения продаж. Но в 2008 году мнения экспертов разделились. Одни считали, что наконец-то Ягуар выпустил по-настоящему интересный и сбалансированный автомобиль. Критики парировали. Британец растерял при этом всю свою харизму. Говорили, что Ягуар в погоне за прибылью совсем забыл о традициях. Но сами производители считают иначе. Легендарное гоночное наследие марки на месте. Просто теперь оно спрятано внутри, под капотом. В то время как экстерьер и интерьер шагают в ногу со временем. Когда садишься за руль, такое впечатление, что машина рада тебя видеть. И автоматически открываются дефлекторы. Мелочь, а приятно. Мягкой кожей обшито почти все. Другие детали украшают алюминиевые и лакированные вставки. Выглядит салон в общем более чем солидно. Коробка передач напоминает мне переключатель стиральной машины. Но женщины меня конечно же поймут. Это решение с одной стороны удобное, но с другой непривычное. И поначалу селекторам хочется переключать меню в мультимедийной системе. А не передачи. Но хотя со временем привыкаешь. Да и сам информационно-развлекательный центр получился каким-то чересчур сложным и запутанным. Цветной сенсорный дисплей работает хорошо. Но чтобы, например, научиться пользоваться навигацией, потребуется явно больше чем 10 минут. Ну а качество звука впечатляет. Включая свою любимую радиостанцию Москва-ФМ. В нашей топовой версии стоит аудиосистема Meridian. Эта опция появилась в 2013 году. 17 динамиков и 825 ватт. Звучит сочно и чисто. Для городской езды объема двигателя больше, чем достаточно. Грация, пространство, прыть. Такая концепция была у основателя Jaguar Уильямса Лайонса. Прошло 80 лет, и по-прежнему британцы пытаются всегда совмещать эти три качества. Причем с каждым годом Jaguar становится мощнее. Так, у последнего поколения XF есть заряженная версия XFR мощностью 510 лошадей. Такая модель набирает сотню менее чем за 5 секунд. Ну а супербыстрый XFR-S уже имеет под капотом 550 лошадей. Разгон быстрее на 0,3 секунды. Это самый агрессивный и мощный седан в истории марки. Есть еще одна симпатичная опция. Это сенсорные лампы сверху. Не нужно искать кнопку в темноте. Достаточно докоснуться пальцем до их поверхности. Жидкость омывателя подается прямо из дворников. И даже на высокой скорости она не разблюзгивается. Машина у нас немаленькая, в длину почти 5 метров. Соответственно и радиус разворота 11,5 метров. Машина не замечает небольшие неровности. В салоне ничего не стучит и не трясется. Кстати, шумоизоляция тоже на уровне. Вместительность у XF неплохая. Сзади с комфортом разместятся два рослых пассажира. Объем багажника 540 литров. Дорожный просвет у седана менее 15 сантиметров. Так что штурмовать парковки с высокими бордюрами на ней не стоит. Ну а теперь все самое интересное, что изменилось с точки зрения драйва. Чтобы выяснить это, я привезла машину на экстремальный тест пилоту команды Успенский ралли техника, неоднократному призеру Кубка России по автомобильно-кольцевым гонкам Илье Каменскому. Ну что, проверим характер этой машины в экстремальных условиях? У нас всегда самые экстремальные условия. Поехали. Сейчас у нас змейка. Комуса стоят на очень маленьком расстоянии, но нам это дискомфорта абсолютно не доставляет. То есть автомобиль очень послушный. О, слышу, у меня там сумка. И как она управляется, скажи мне? Достаточно точно, достаточно четко. Реально автомобиль живой. Мне двигатель очень понравился, очень приемный стиль. Ты прям сразу это понял? Да. Под капот инженера установили новый трехлитровый бензиновый V6. Теперь он выдает 340 лошадей и 450 ньютонометров крутящего момента. Работает мотор в паре с восьмиступенчатым автоматом. А сейчас, то есть на препятствии. Представим, море, солнце, пляж, девушки красивые ходят по дороге. И вдруг одна появилась случайно. Объехали. С полным приводом седан потяжелел примерно на 100 килограммов и стал медленнее. Разгон до сотни раньше занимал 5,9 секунды, а теперь 6,4. Зато управляемость выиграла серьезно. С обключенными системами стабилизации XF отлично держит дорогу даже в боевом режиме. Слушай, ну знаешь, что мне здесь не нравится? Так это сидение. Я с тобой полностью согласен. Сидение для такого автомобиля категорически не подходит. И мне приходится упираться и в дверь, и в подлокотник. А представляешь, если бы ты была бы пошире? Пошире? Пошире. Ты абсолютно комфортно сидела и ни на миллиметр не сдвигалась налево, ни направо. То есть надо поправиться? Да. А теперь надо проверить тормозную систему. Гроссмейский результат 37 метров и менее для торможения со 100 километров в час. Смотри, здесь только 30. Значит, полностью длина рулетки и твои 7 шагов. 37! Нам нужно 100 километров в час и резкое торможение. 60, 80, 100! Да! Тормозим! Мы затормозили. В нормальном режиме на сухой дороге XF ведет себя как заднеприводный. На переднюю ось передается всего 10% момента. В зимнем режиме уже 30% тяги. Максимальное соотношение 50 на 50. Но это на плохой и скользкой дороге. Подключается передний привод почти незаметно. Электроника делает это в автоматическом режиме за десятые доли секунды. Давай тогда теперь подрифтим. Ой-ой-ой, косточки. Слушай, ну просто чудовищно безопасный автомобиль. Это же хорошо. Да. Пердикт профессионала. Очень спортивный, подтянутый автомобиль. При этом комфортный. Но автомобиль вам не позволит делать какие-то дурачства и излишества. Но при этом вы действительно будете получать удовольствие за рулем. Мощный универсальный седан, оснащенный по последнему слову техники. В актив можно занести внутреннее убранство и общее удовольствие от вождения. В то же время в городе машина кажется немного громоздкой. И мультимедийная система простому пользователю покажется сложной. Цены на полноприводный XF начинаются от 2 миллионов 880 тысяч рублей. Топовая комплектация с дополнительными опциями непринужденно перевалит за 3 миллиона. У этой машины действительно достаточно качеств, чтобы завоевать покупателя. Но среди одноклассников наш Ягуар не самый быстрый и не самый хищный. Зато грациозный и обаятельный. И не важно, какая у вас машина. Главное помните, тише едешь дальше. Будешь. Субтитры сделал DimaTorzok